Добро пожаловать. Мы, как и договаривались, публично не обсуждали долгое время вопросы финансов, кредитно-финансовой сферы. Ну, все, что связано с деньгами, это, наверное, правильно. Деньги любят, как вы подчеркиваете, банкиры всегда тишину. И сегодняшний наш разговор абсолютно не связан с какими-то проблемами, скорее наоборот. В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо, вся банковская система. Но надо отдать должное и экономике. Экономика работала, где-то около, Валерий, около 4 миллиардов долларов мы получили. Так точно. Александр, вот 4 миллиарда долларов, да, без малого получили профицит. Положительная сальта, да. Поэтому экономика сработала, слава Богу. У нас все возможности есть и в этом году выполнять взятые обязательства и те параметры, которые были определены Всебелорусским народным собранием. И нами конкретизированы на этот год. Мы же сознательно их принимали. Рост экономики. Я вам гарантирую, что никакого давления излишнего не будет. Ни на вас, ни на помощника, который занимается этими вопросами. Не на правительство. Мы просто публично, чтобы люди знали, хочу вас предупредить и правительство. Вот то, что мы наметили, ВВП и прочие показатели. Стабильность должна быть обеспечена. Люди не должны переживать. Это святое. Не дай Бог, это не будет выполнено. Главное, как вы только что признали оба, это экономика. Все остальное второстепенно. Все рычаги в ваших руках. Еще при назначении эти рычаги были вам переданы. Принимайте любые меры. Как я сказал, по здравоохранению. Но сохраните жизнь людей. Тоже таки вам в экономике. Вы и Головченко, и подчиненные вам структуры. За вами контроль. И вот эти разговоры. У правительства есть свои показатели. А в банковской сфере свои показатели. Ах бы там инфляция, не инфляция. Мы по всем вопросам договорились. И по инфляции у нас показатели в рамках 6%. И по ВВП и экономикой. Все определено. Это должно неукоснительно соблюдаться. Валерий Иванович, всякие споры по поводу того, сколько у нас денежной массы, какой курс рубля и прочее. Это там в правительстве. Вот два кита. Вы третий. Садитесь, обсуждайте. Принимайте меры. Но железобетонно должно быть исполнено. Не будет исполнено. Почему я так жестко ставлю вопрос? Потому что очень много разговариваем в последнее время. Друг друга уговариваем по поводу исполнительской дисциплины. Еще каких-то вопросов. А когда придем к финишу, начинаем искать оправдание. Этого быть не должно. Поэтому не столько о ситуации сегодня хотелось бы услышать на финансовом рынке, хотя в двух словах я не исключаю. А о том, как будет работать экономика. Все остальное нам известно. Если есть какие-то другие вопросы, связанные с проблемами санкционного давления, потому что вам тоже приходится немало испытывать этого давления, я думаю, вы об этом скажете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...